Дорогие друзья, перед тем как начнется видео, мне бы хотелось сказать пару слов. Причина создания этого видео – другое видео, на которое нам указал один из наших подписчиков. В этом видео, о котором идет речь, ссылку вы найдете в описании, речь шла о том, что я, Влад, являюсь, в общем-то, не ангелом, а демоном. Вот, и есть у меня рога, есть и крылья. Значит, сказал это якобы какой-то дед, о котором вы наверняка слышали на другом канале. Кроме того, по утверждениям этого гипнолога, который снимал видео, то же самое утверждал Архангел Метатрон, который не рекомендовал ему со мной общаться. Одновременно они рекомендовали этому гипнологу смотреть те методы и смотреть ту технику, и мотать себе на ус, который я делаю. В общем, предложили, в кавычках, у ангела с рогами скачать, так сказать, информацию. Вот. Меня заинтересовал этот случай, и мы решили с верой подняться в Арго, город Архангелов. Я пригласил моего учителя, Архангела Ханиила, и я попросил его объяснить мне, как мне реагировать на такую ситуацию. Что из этого получилось, вы увидите в этом видео. Со своей стороны, я рекомендую очень трезво и серьезно относиться к любой информации, которая вам подается под ложным соусом, где утверждается, что кто-то является эксклюзивным представителем абсолютно на Земле и так далее. О ком идет речь, я думаю, те, кто в этой теме работает, наверняка догадался. Приятного просмотра. Хорошо, Верочка, давай поднимемся в Арго. Давно мы этого не делали. И на счет три. А как мы поднимались, на своих крыльях или на корабле? Он делал нам дорогу туда. Ну вот, понимаешь, поэтому надо сделать запрос. Хорошо, и я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Архангела Ханиила выйти со мной на связь, дорогого моего учителя. Дорогой Архангел Ханиил, я приветствую вас. Нам бы хотелось подняться и, может быть, пару минут вашего времени хотелось поговорить. Вы хотели в Арго подняться и хотели... Поднимайтесь, видимо, пришло время. Хорошо, договорились. Благодарю. Верочка, и я прошу Архангела Ханиила указать нам дорогу. И на счет три поднимаемся в Арго. Один, два, три. Пошел подъем. Мы здесь. Мы приветствуем Архангела Ханиила. Мы на балконе, Вера. Да. Хорошо. Он пришел? Да, он здесь. Я приветствую моего дорогого учителя. Посылаю ему свою искреннюю энергию благодарности и любви за его помощь, за все, что он делает для моей миссии. И у меня там вопрос один есть. Я не знаю, правда, он уместен или нет. Но если вы позволите, конечно. Да, задавай, попробую ответить на твой вопрос. Ситуация такая, что у нас на земле, я начну с того, что очень много ложной информации, очень много лжи. Лжи во всех структурах и даже в этой системе, в которой мы работаем. Нам случайно попался на глаза видеоклип, где мы начинаем потихонечку как бы набирать популярность, я скажу в кавычках, уже просмотрело более 250 тысяч человек наши видео. У нас почти 4 тысячи подписчиков. Есть люди, которые, на мой взгляд, или завидуют, или я не знаю. В общем, ситуация такая. Есть у нас такие школы на земле регрессологов, гипнологов. Из одной такой школы один выпускник утверждает, что он общается напрямую с Архангелом Метатроном и общается с надзирателем или куратором третьего измерения по имени Дед. Я прошу прощения, Архангел Ханил, может, это действительно глупая такая вещь, но он утверждает, якобы с его слов Архангел Метатрон запретил ему со мной общаться, а вот этот дед сказал, что я ангел с рогами. И тут мне больше и продолжать нечего. Я не знаю, как реагировать на такое. Эти люди на полном серьезе заявляют, что ангел с черными крыльями, ангел смерти, якобы они видели, что у меня есть рога. Вера никаких рогов не видит. Я думаю, я бы не смог бы даже подняться, если бы у меня какие-то были рога на этот уровень, на эти вибрации. Архангел Ханил. Это глупо, конечно, я понимаю, но может вы дадите какой-то свой комментарий именно мне, как мне относиться к таким вещам. Вы говорили очень много темных, непросветленных душ. Пока мы этого избегали, вот сейчас, видать, начинается... Неужели ты тратишь свою энергию на слухи? Мне жаль, что тебя так это задевает. А я сегодня чистился себя из-за этой энергии. Я действительно сделал ошибку, я допустил это через свое сердце. Вот. Ну, обидело меня. Ну, как может быть ангел с рогами? Я решил спросить своего архангела, моего учителя, архангела Ханиила, который знает всех архангелов, в том числе архангела Метатрона. Мог бы вообще такой случай быть? Или это выдумано? Или это низковибрационные темные сущности, которые среди нас находятся и распространяют? Я понимаю, у нас много врагов. Слушай мой ответ, и ты все поймешь. Я когда-нибудь тебе советовал, с кем общаться, с кем не общаться. Я когда-нибудь делал за тебя выбор. Мой ответ всегда был, не опускай свои вибрации на слухи, не приближайся, не навреди. Почему же Метатрон будет кому-то что-то советовать? У него такая же сила, как у меня. Неужели вы думаете, мы будем опускаться до человеческих сплетен и слухов? Мне сейчас стыдно стало. Хорошо, у меня вопросов больше нет. Я хочу теперь с моим учителем полетать, если можно. Это самое любимое наше занятие. Я добавлю про рога. Тот, кто видит у тебя рога, пускай проверит свою чистоту. Вы понимаете, есть такая школа, у которой где-то 80 тысяч подписчиков. И люди слепо верят, что есть... Человек открыто утверждает... Оставляет цифры для Земли. Оставляет цифры. Он просто утверждает, что он единственный, кто имеет право передавать энергию от Абсолюта. Это стыдно просто сказать и повторить. Но вот есть такие выражения, есть такие люди, которые верят в эти выражения. Это же абсурдно до такой степени. Как относишься ты к этому? Я отношусь к этому с таким абсурдом и с таким отвращением. Чем тогда это говорить и обсуждать? Не неси сплетен. Все понял. Все. Дорогой учитель, благодарю тебя за все. У меня все вопросы отвечены. Ты идешь своей дорогой. Хорошо. Вопрос другой. По-моему, тебе и дается. Как я иду своей дорогой сейчас? Критикуйте. Я готов. Что мне надо сделать лучше? Оставаться самим собой. Я пытаюсь им оставаться. Я помню в ваших словах. О каждом. Что еще ты хочешь услышать? Больше ничего. Я хочу послать моему дорогому учителю свою искреннюю энергию благодарности, любви и благодарность Творцу за то, что он мне дал такого учителя. Не очерняй свою душу сплетнями. Понял. Благодарю тебя, дорогой Архангел Ханиил. Теперь, Вера, нам надо подзаправиться энергиями. Пополнить с энергиями. Да, я уже услышал. Очиститесь. Да. Продолжайте делать свою работу. Благодарю Архангел Ханиил. И в твоем лице благодарю Творца за все. За то, что ты в мою жизнь вошел. Хорошо, Верочка. Давай тогда полетаем. Ты готова? Да. Давай. Благодарю Архангела. Архангела. И полетели на счет. Три. Один. Два. Три. Давай сделаем наш круг. И во время, как мы крыльями машем, мы заправляемся всеми энергиями, которые нам не хватает. Я заправляюсь своими энергиями, которых мне не хватает. Ты своими энергиями заправляешься. Ой, какой класс. У меня увесло куда-то вообще. Где ты, Вера? Я здесь. У меня так растворило во всем. Фу, такое блаженство. Это чистота. Слезы льются аж. Да, чистоты нам с тобой не хватает, Вера. Мы с такой грязью имеем дело. Нельзя, чтобы она нас захватывала. Он говорит, что хватит. Хорошо, Верочка. И возвращаемся назад на балкон. Один, два, три. Да, я сейчас тоже себя чувствую до такой степени накачанным. Хорошо. Мы на балконе, Вера? Да. Хорошо. Дорогой Архангел, благодарю тебя, дорогой учитель Архангел Ханил. Мы остаемся на связи. Я свои миссии выполняю. Жду любых новых дел. Всегда рад исполнять, набираясь опыта, делая ошибки. Учусь, получаю ранения, все заживает. Все отлично, всем доволен. Это хотел сказать тебе. Я горжусь быть твоим учеником, Архангел Ханил. Ты прекрасно справляешься. Я удовлетворен твоим развитием. Благодарю. Я буду дальше стараться. Есть еще над чем работать. Хорошо, Верочка. Будем тогда... Мы закончили. Я благодарю за ваше время, дорогой учитель. Мы тогда будем возвращаться с Веры. Он сделал дорогу. Отлично. И еще раз прощаемся. Желаем всего наилучшего. До встречи. Остаемся на связи. И, Верочка. Значит, 3 А. Возвращаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Вера, сколько у тебя вибраций сейчас? А ну, посмотри. 1, 2, 3. Ну, мы в лучах все. Да я вообще тут в таком... У меня по тысяче, Веркин. А у меня сколько? 600. Фух, как хорошо. Аж вообще как будто... Даже 600. 600. Ну, понятно. И свет такой. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok